Ну что ж, доброе утро, дорогие друзья. Мы вновь в нашей студии. Напоминаем, что сегодня очень важная, мне кажется, тема нашего эфира. Она звучит так. Вот мы видим день потребителя. И все вот о правах потребителя мы сегодня узнаем в студии Марина Герцкая и Степана Рефина. Да, как мы и говорили ранее, сегодня в мире отмечается Всемирный день прав потребителей. И в этом году этот день проходит под девизом «За надежные смарт-устройства». Почему эта тема так актуальна, расскажет наш гость. У нас в студии Ольга Лаба, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Доброе утро, Ольга Александровна. Ольга Александровна, расскажите, пожалуйста, почему именно смарт-устройства в этом году вышли на первый план и стоят в авангарде в защите прав потребителей? Да, чем актуальна все-таки вот эта тема? Ну, актуальна тема тем, что у нас все-таки идет развитие цифровой технологии. Все мы уже, почти все пользуемся смарт-устройствами, умной техникой. Пытаемся даже дома подстраивать под умную технику. Нужно обратить внимание на то, что у нас даже пенсионеры переходят на смарт-устройства, ходят, обучаются, как пользоваться компьютером. Поэтому, ну, без этого никак. И вот уже на протяжении трех лет международная организация устанавливает как бы под девиз именно касающийся цифровой техники. В прошлом году это был за честные рынки от цифровой техники, в этом году это вот надежные смарт-устройства. Ну, от этого никуда не денешься, это развитие, это правильно. Мы все переходим, да, на смарт-устройство. Да, это удобно, да, это помогает тебе обращать твои вещи. Да, но смотрите, мобильная связь, да, это, конечно же, очень удобно, но ее легко взломать. Вот как себя обезопасить от утечки вот личной твоей информации? Потому что у тебя уже в смарт-устройстве все, вся жизнь, банкерские карты, ну, абсолютно все, паспорт. Вы знаете, здесь каких-то однозначных, наверное, советов дать очень сложно, но, с одной стороны, стараться, наверное, пароли вводить более такие, как бы, сложные в плане ни цифры, ни дни рождения родственников, ни детей, ни один, два, три, четыре, да. Ну, защищать каким-то образом, вот, ну, меньше, может быть, использовать, раздавать информацию вообще, в принципе, как бы свою, чтобы была возможность. То есть не взламывать, как бы, ваше устройство. Может, заклинание есть волшебное? Заклинание? Да, да, да. Заклинание, я думаю, нет, но вот сейчас, например, новые такие мошеннические действия, это вот у нас же бесконтактные, контактные карты, да, которые стараться, как бы, вот, ну, чтобы они не попадали в поле зрения людей, потому что есть, как бы, начали такие устройства появляться технические, считывают информацию. Ну, опять же, наверное, лучше поставить, и можно же поставить максимальный съемок. Ну, и это тоже. Ну, и, как бы, стараться, может быть, держать меньше средств на банковской карте, то есть есть же привязки к... Это очень удобно. Нет, имеется в виду, есть же расчетные счета, привязанные к картам, да, и может быть пришел... Ну, это... Это надо встать, что у тебя тут, да. Ну, если такое произошло, то, соответственно, обращаться в органы, которые занимаются этим, это полиция. И сразу заблокировать карту. Да, и самое главное, блокировать карту, да. А скажите, все-таки сейчас, опять же, набирает популярность интернет-покупки, да, грубо говоря, кота в мешке, вроде ты видишь картинку, а что делать, если по факту картинка не совпадает с тем, что привезли тебе? Вот как обезопасить себя в интернете во первую очередь? Конечно, когда вы предполагаете совершить покупку, посмотрите сам сайт, нужно как бы отзывы об этом сайте, узнать об этом продавце. Мы уже понимаем, что отзывы может написать и сам продавец, и его родственники, близкие, знакомые. Ну, тем не менее, вот когда как-то однозначно сложно сказать, вот ответить на этот вопрос, потому что очень есть много различных сайтов, которые под физическими лицами просто осуществляют торговлю. То есть в соцсетях «Контакт», например, да, предлагают. То продают карсовки, то продают косметику. А это же продают просто физические лица, к которым, в принципе, потом невозможно применить закон о защите прав потребителей. То есть здесь вот нужно с этой точки зрения внимательно потребителю смотреть. Если это организация, то к ней можно предъявить претензии. Ну, лучше, наверное, я так рекомендую, что обращаться вот к тем площадкам, которые уже более зарекомендовали себя. Брендовые, это типа вот «Ла Мода», например, да, «Алиэкспресс», вот это вот. Там очень хорошо как бы работают с потребителями, если даже возникают какие-то проблемы, они решаемые. Работает обратная связь, да? Да, да, да. Ну, если такая ситуация возникает, что вы купили, ну, тут, конечно, обращаться к нам, будем помогать что-то делать, ну, сложно. Ну, что ж, опять же, будьте, самое главное, самовнимательны, да? Значит, изучаем все сайты, стараемся обезопасить свои карты и сделаем пин-код, как минимум, не свой день рождения. И не первые, там, 4 цифры, да? И не раз, 2, 3, 4. Так что, друзья, все в наших руках, будем аккуратнее. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. А я напомню, что в студии у нас была Ольга Лаба, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Да, но мы переходим к другим, но не менее актуальным вопросам. Вопрос кулинарии. Это всегда очень серьезно. На этот раз сегодня мы хотим приготовить одно замечательное постное блюдо. Так что записывай, Степан Степан, у нас постица. Да, я записываю всем на посту, давайте запишем. Всем приятного аппетита, если вы зацикаете. Сегодня расскажем несколько рецептов постных блюд. Запеканка. Обжариваем на оливковом масле мелко нарезанный репчатый лук до мягкости. Добавляем измельченный чеснок, сладкий болгарский перец и обжариваем в течение одной минуты. Добавляем нарезанные помидоры, томатное пюре и кукурузу. Солим и перчим по вкусу, перемешиваем и доводим до кипения. Готовим 15 минут до загустения, периодически помешивая. Параллельно отвариваем картофель, добавляем в него масло, немного отвара, специи и измельчаем в пюре. Выкладываем форму овощи с кукурузой, а сверху распределяем картофельное пюре. И отправляем в разогретую до 210 градусов духовку на 20 минут. Должна образоваться золотистая корочка. Запеканка готова, можно подавать к столу. Следующее блюдо – салат с фасолью. Смешиваем оливковое масло, яблочный уксус, сок лимона, чеснок, соль и перец. Помидоры черри нарезаем дольками. Добавляем туда лук, фасоль, нут, зелень и заправку. Используйте крепкие бобы и фасоль. Они не разваливаются и красиво смотрятся в готовом салате. Перед подачей не забудьте хорошо перемешать. Еще одно постное блюдо – хумус с авокадо. Очистите авокадо и крупно его нарежьте. Далее складываем в чашу комбайна нут, добавляем 3 столовые ложки оливкового масла, кунжутную муку, сок лимона, чеснок и взбиваем все до однородности. В полученную массу добавляем соль, молотую зиру, черный перец, авокадо и все хорошо взбиваем. Хумус готов. Приятного аппетита! Ну что ж, дорогие друзья, приятного аппетита! Вот такие замечательные постные блюда. И вот что хорошо в пост... Будешь делать сегодня? Сегодня нет, но сегодня у меня уже готово завтра сделать. Да, что в пост, вот раскрывается вкус вот таких вот вроде бы простых блюд, но они безумно вкусные, так что, друзья, даже если вы не посетитесь, приготовьте это, очень вкусно. Да, ну а прямо сейчас настало время утренней викторины. Я напомню, что мы каждый день два раза за эфир проводим конкурсы, и все, кто правильно отвечают на наши вопросы, имеют шанс выиграть приз. И сегодня мы разыгрываем приглашение. Показывай, пожалуйста, Степа. Да, мой любимый, единственный академический театр драмы имени Нового Марлова. Он не единственный, Степа. Нет, он единственный для меня, понимаешь? Да, спектакль, хореографический спектакль, простые истории. И первое задание для вас, дорогие зрители. Мы взяли песню и, собственно говоря, перевернули ее, как мы уже неоднократно делали. Давайте послушаем песню. Пожалуйста. Я не знаю, что это за песня. Хорошая песня. Итак, как называется песня, которую мы загадали? И мы сегодня вам поможем. У нас даже есть варианты ответов. Первый вариант – это Алла Пугачева «Папа купил автомобиль». Второй вариант – это Людмила Барыкина «Папа, подари мне куклу». И третий вариант – это Кабаре Мани. Три варианта, друзья. У вас огромные шансы выиграть. Мне кажется, после того, как Степан сделал вот так, все стало понятно. Можно куклу, Мани, все, что угодно. Ну, а если знаете правильный ответ, то звоните прямо сейчас к нам по телефону прямого эфира 263-13-28 и говорите свои предполагаемые ответы. Желательно, чтобы они были правильные. Наш администратор все это будет обязательно записывать. И, может быть, в конце эфира вам повезет, и вы отправитесь в единственный для Степана театр, в драматический театр. А, может быть, кому-то повезет больше, и вы выйдете со своим звонком к нам в прямой эфир, и мы с вами пообщаемся. Ну, а прямо сейчас, как мы и заявляли ранее, мы покажем очень полезный лайфхак. Вот выходишь в магазин, а у тебя остаются пакеты. Как их правильно использовать, чтобы они сэкономили место, узнаем прямо сейчас рубрика «Лайфхакер». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!